В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Что будет на левом берегу Сатиса? Возможное благоустройство территории активисты обсудили на проектном семинаре. Волонтеры Победы. Как присоединиться к Всероссийскому патриотическому движению? Мир прекрасен и грани таланта. Сразу две выставки открылись в Молодежном библиотечно-информационном центре. Далее расскажем обо всем подробно. Проектный семинар по благоустройству левого берега Сатиса прошел в Молодежном центре. Свои концепции развития территории представили и защитили семь команд, в состав которых вошли ветераны, лидеры молодежного движения, волонтеры, представители ядерного центра, образовательных учреждений и журналисты. В проектной игре приняла участие и наша съемочная группа. Тихое уединенное место для прогулок и спокойного отдыха или центра активной творческой и спортивной молодежи. Свои концепции благоустройства левого берега реки Сатис горожане представили на проектном семинаре, который Департамент архитектуры и городостроительства провел в Молодежном центре. В игре приняли участие семь команд, в состав которых вошли ветераны, лидеры молодежного движения, представители ядерного центра, образовательных учреждений, журналисты и волонтеры. Здесь выход к реке. Выход к реке, разумеется, городской пляж, пляжный волейбол здесь будет присутствовать. Недалеко будут располагаться игровые площадки. Мы пришли, детишек, туда, сами сюда, развлекаемся, веселимся, играем в стритбол. Также здесь есть, разумеется, прокат спортинвентаря, потому что здесь большое количество спортивных площадок, о которых мы уже упомянули, ну и, конечно же, пляжный футбол. Каждая команда получила генплан территории и стикеры с предполагаемыми вариантами благоустройства набережной, такими как пляж, фотозона, площадки для фитнеса, активных игр, велодорожки и прочее. Свою концепцию нужно было изложить в анкете команды. Обязательный пункт проекта – его название. Сочи, сквер, Неаполь, набережная имени академика Харитона. Предложенные варианты были самыми разными. У нас набережная сама носит название Харитона, Юлия Борисовича. И отдельно у нас такая зона – это сквер ученых. Сказали, мы сначала, кстати, когда рассматривали набережную, мы немножко забыли про этот уголок, так сказать. Да, потом обратили на него внимание, подумали, что это будет отличным продолжением зоны, как раз вот это интеллектуальный дом ученых, да, вот этого Эдеровского поселка. Территорию для благоустройства выбрали путем голосования. Среди вариантов была городская площадь и лыжная база. 40% голосов соровчане отдали именно набережной, а значит, эта территория сможет преобразиться за счет федерального бюджета. Проект благоустройства представят на всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Предложенные командами варианты по функциональному зонированию территории могут войти в конкурсную заявку. Многие идеи сходятся, многие идеи дублируют друг друга. Это значит, что сама территория, в общем-то, подталкивает к таким решениям, и они, наверное, все-таки логичны. Поэтому мы их будем учитывать при проектировании подготовки конкурсной заявки. И надо сказать, что мы конкурсную заявку также широко и обсудим на очных встречах, и тогда уже люди будут высказывать нам свои замечания и предложения к нашим проектам. Напомним, Саров дважды становился победителем конкурса «Малые города и исторические поселения», благодаря чему реконструировали парк имени Зернова и детский парк на улице Сосина. Весна начинает вступать в свои права. На этой неделе температура воздуха будет выше климатической нормы. При этом снег будет сходить еще очень долго. Полностью он растает не раньше первой декады апреля, уточнили в гидромедцентре. Какие еще сюрпризы нам преподнесет погода весной, расскажем далее. Весна все увереннее заявляет свои права. Столбики термометра в днем переходят выше нулевой отметки. Солнце светит чаще и с каждым днем становится теплее. Ночью температура еще колеблется в нулевой отметке, но в некоторые дни поднимается до плюса. Март в Центральной России начался с прохладной погоды. 10 марта календарная весна и вовсе удивила саровчан неожиданным обильным снегопадом. В гидромедцентре напоминают, что март в среднем полосе традиционно зимний месяц. Но по обновленным нормам теплая погода установится с 20 чисел марта. Это означает, что и ночи станут теплыми, без заморозков. По прогнозам синоптиков, с 14 марта температура начнет постепенно повышаться. Снег будет таять равномерно. Март будет близок к климатическим нормам. А потепление сопроводят осадки. Можно ожидать мокрый снег и дождь. Одновременно с этим прогнозируют сильный порывистый ветер. Март – самый сухой месяц года. Осадков в Центральных областях выпадет мало. В среднем – 34 мм. Холодное вторжение в вечерние часы и резкие перепады от плюса к минусу привели к образованию гололедицы. Выпавшие за последнее время осадки замерзли и теперь представляют угрозу для пешеходов. В условиях сильного гололеда Минздрав советует гражданам быть осторожнее на улице, чтобы обезопасить себя от падений и травм. Пожилым людям в период гололеда не рекомендуют без необходимости выходить из дома и советуют надевать противоскользящие насадки на обувь и трость. Из-за резкого перепада атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями Минздрав рекомендует тщательнее контролировать свое самочувствие, регулярно измерять артериальное давление и принимать назначенные врачом препараты. По прогнозам синоптиков, снег будет сходить еще долго, а окончательную весну в центральной части России прогнозируют в середине апреля. Глава города Алексей Сафонов 27 марта проведет личный прием граждан. На встречу необходимо предварительно записаться 27 марта с 8.30 до 17.30. Телефон 9 90 59. Другая важная информация в подборке коротких новостей. День открытых дверей пройдет 25 марта с 8 до 13.00 в поликлинике номер 1. Он будет посвящен сохранению здоровья мужчин и женщин. Все желающие смогут пройти обследование в рамках диспансеризации, консультацию у уролога и гинеколога. Также в рамках Дня открытых дверей с 10 до 10.30 пройдет занятие в школе пациента. Предварительная запись через колл-центр по телефону 9 55 11 или через портал пациента на сайте клинической больницы номер 50. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования. Для лиц старше 16 лет. Пандемия COVID-19 завершится в этом году, уверен глава Всемирной организации здравоохранения. Вместе с этим будет снят режим международной чрезвычайной ситуации. Сегодня мир находится в гораздо лучшем положении, чем за все время пандемии. Генеральный директор ВОЗ добавил, что еженедельное количество смертей из-за коронавирусной инфекции стало значительно ниже. Ранее в России на официальном портале о коронавирусе в России stopcoronavirus.rf перестали публиковать данные о коллективном иммунитете в стране, так как они больше не нужны. Команда Саровского клуба ветеранов спорта «Феникс» победитель чемпионата Нижегородской области по баскетболу в категории 50+. Наши спортсмены одерживают победу в турнире второй год подряд. В этом сезоне «Феникс» не потерпел ни одного поражения и уверенно завоевал золотые медали. Саровский клуб – неоднократный призер и чемпион соревнований различного уровня. Саровские ветераны выступают в составе сборной Нижегородской области, где также показывают высокие результаты. Гордятся прошлым, ценят настоящее и смотрят в будущее – это девиз движения «Волонтеры Победы». Оно возникло в нашей стране в 2015 году. Стать волонтером может любой желающий в возрасте 14 лет и старше. В Сарове координирует работу движения «Центр внешкольной работы». Около 100 человек в нашем городе сегодня входят в число активистов движения «Волонтеры Победы». Самая главная его задача – сохранение исторической памяти. Волонтеры занимаются помощью ветеранам войны и труда, привозят продукты питания, сопровождают больницу, организуют праздники. Есть еще несколько направлений деятельности. Сопровождение «Парада Победы», например, для Москвы. То есть дети выстраиваются вдоль и пропускаются между ними, идут в колонну, чтобы они не перемешивались. Это помощь, опять же, ветеранам. Возле каждого ветерана сидит молодой волонтер, он в форме какой-то, и вот он его сопровождает, чтобы дедушке или бабушке было поудобнее ходить. Это благоустройство мест захоронений. Это очень важная такая акция, она у нас тоже в городе проводится. Также среди направлений работы движения различные тематические акции. Например, «Свеча памяти» в день начала Великой Отечественной войны или «Блокадный хлеб». Участие в торжественных митингах в Дне воинской славы России. Также волонтеры «Победы» из года в год присоединяются к акции «Георгиевская лента». В канун 9 мая добровольцы раздают ленты горожанам, рассказывают о значении этого символа и как правильно его носить. Начало ее с 2005 года, со дня Победы всероссийской, раздаются георгиевские ленточки. Георгиевская ленточка – это лента, у которой два цвета. Символизируют мужество и доблесть. Отражают они цвет красного огня и цвет пороха. Сейчас для волонтеров «Победы» наступает горячая пора. Они начинают подготовку к 9 мая. В Сарове движение работает на базе Центра патриотического воспитания ЦВР. Присоединиться к волонтерам «Победы» и внести свой вклад в сохранение исторической памяти могут все желающие в возрасте от 14 лет. В Сарове руководителем данного движения является Клюева Елена Александровна. Поэтому, если вы придете в Клуб здоровья к нам в игротеку, Елена Александровна с удовольствием вам расскажет, как присоединиться, что необходимо сделать и как стать настоящим членом этого общества. В марте в России отмечают День православной книги. Дата приурочена к изданию первой точно датированной печатной книги. Апостол Ивана Федорова увидел свет 14 марта 1564 года. С 2010 года по инициативе Патриарха Кирилла в память об этой дате установлен День православной книги. Клуб любителей православной книги на базе библиотеки имени Маяковского объединяет людей разных возрастов и профессий. Инициатором его создания стала член литературного объединения «Радуга» Надежда Тарасова. Целью клуба было обсуждение книжных новинок на тему веры. Первое мероприятие клуба состоялось 24 мая 2013 года по обсуждению книги «Несвятые святые». Потом сотрудники библиотеки открыли цикл виртуальных путешествий по монастырям и храмам России. В этом году клуб любителей православной книги отмечает свой юбилей – 10 лет. С 2013 года на всех мероприятиях нашего клуба обязательно присутствует батюшка. Нашим, наверное, духовным наставником является батюшка-протеерей Сергий Скузоваткин. Он отвечает на волнующие членов клуба вопросы, дает какие-то советы, люди приходят, людям это интересно. Особой популярностью не только у участников клуба, но и среди горожан пользуются творческие встречи с представителями духовенства, писателями, историками, презентацией новых православных книг. Такие мероприятия порой собирают полный зал. Первый, кто к нам приехал – это православная писательница Надежда Смирнова. Дальше к нам приезжал биограф Николай II, историк Петр Валентинович Мультатули. Дальше нам просто посчастливилось встречать у себя в библиотеке протеерея Андрея Ткачева. В библиотеке Маяковского также есть сектор духовно-нравственной культуры, в котором можно выбрать книгу не только на духовную тематику, но и по истории религий, этике, искусству, литературоведению. Фонд отдела постоянно пополняется новыми изданиями. 30 марта в Клубе любителей православной книги состоится виртуальное путешествие по Макаревскому монастырю Градецкого района Нижегородской области. А в мае организаторы планируют встречу с писательницей Ириной Богдановой. «Мир прекрасен» и «Грани таланта». Сразу две выставки талантливых саровских художников открылись в Молодежном библиотечно-информационном центре. Подробнее об экспонатах выставок расскажем далее. Знойный августовский день с поспевшей рожью, немного опустившими головы подсолнухами и спелыми красными арбузами запал в сердце художницы Ольги Кипушовой. Его она изобразила на холсте. Работа стала жемчужиной персональной выставки саровчанки «Грани таланта», которая открылась в Молодежном библиотечно-информационном центре на Московской. Мне нравится природа, мне нравятся солнечные дни, мне нравятся городские пейзажи, мне нравятся сельские пейзажи, мне нравится передавать море, мне нравится рисовать людей. Но в этой выставке я, конечно, не все выставил картин, но все еще впереди. В Молодежном библиотечно-информационном центре саровчан ждет еще одна выставка «Мир прекрасен» художников объединения истоки. Представлять свои работы на суд горожан в стенах библиотеки стало для объединения доброй традицией. Вернисаж талантливых художников – повод для общения, знакомства с новыми и интересными людьми. Часть выставки составляет декоративно-прикладное искусство. Также представлены пейзажи и натюрморты. Многие полотна написаны с натуры. В жанровом калейдоскопе нашли свое место и религиозные мотивы. Наверняка вы поняли, что это Христос и Покородица. Ну вот, и мне хотелось изобразить, вот как они сейчас, не тогда, когда-то, когда были библейские времена, а вот как они существуют сейчас. Работы такие, в общем-то, может быть, не на всякого зрителя, а на такого, который хочет пофилософствовать, подумать что-то, попредставлять себе. Посетить выставки можно в часы работы МБИЦ. Возрастное ограничение 12+. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Музыка